Победители различных первенств и турниров. Воспитанники спортивной школы Одинцова составляют сильнейшую конкуренцию бадминтонистам по всей стране. Сегодня поговорим о бадминтоне с тренером Жанной Костромцовой. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Верняковская, вы смотрите новости спорта на ОТВ. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Жанна Ярославовна, вот такой успех бадминтонистов, это все-таки что? Результат слаженного тандема тренер плюс ученик? Вы знаете, да, вы правы, но я бы еще добавила родитель, потому что у нас дети, они ученики, и родители играют немаловажную роль в достижении цели, потому что все соревновательные, какой-то календарь, да, мы вывешиваем прямо около письменного стола ребенка, и чтобы ребенок ориентировался, где он участвует, куда направляет его тренер. Например, родители подстраивали, скажем, весь отдых, семейный отдых, отпуска какие-то, ну, еще какие-то свои заботы, там, они подчиняли, конечно, большому спорту. И я считаю, что бадминтон для высшего достижения – это уже большой спорт. Что главное в тренерском процессе, чему особенно уделяете внимание? Ну, вопрос такой очень двоякий, потому что все, скажем, разделы подготовки, они должны присутствовать, поскольку у нас игровой вид спорта и нагрузка, скажем, и наша отдача, она же во всем, то есть побеждает самый выносливый, самый быстрый, самый ловкий, самый умный, самый сообразительный, самый координированный. Поэтому здесь важна и пространственная координация, и рассчитать шаг-прыжок, удар, в какую точку, куда послать, как располагается, скажем, твой противник на площадке, куда он движется, какие он делает шаги, чтобы сделать противоход, обмануть и так далее. Поэтому здесь как бы важно все в комплексе, поэтому тренируется такая вот подготовка комплексная, идет. Поэтому тут нельзя сказать, что что-то, чему-то там, общей физической подготовки, она, безусловно, тоже нужна. А правильно я понимаю, что играть в бадминтон может, в принципе, любой человек, а вот профессионально нет? Конечно, бадминтон, он доступен всем, он прекрасный вид спорта, он очень увлекательный, но я бы сказала, для всех это пляжный вид спорта, а когда приходят родители и семейные пары мы проводим, когда они начинают играть, они удивляются, боже, говорит, у меня тут болит, там болит, здесь. Это что, это бадминтон? Мы говорим, да, совершенно верно. Почему? Потому что бадминтонист пробегает больше, чем хоккеист на своем поле ледовом. Вот, поэтому, да, нагрузка очень серьезная, и не каждый сможет выдержать такую нагрузку. И, скажем, подстроиться, себя вырастить до такого уровня. Очень многие в прыжке, допустим, что-то бьют, но валан не летит, не попадают они по валану в нужной точке. А это очень важно, попасть там, где нужно, по валану, чтобы отправить его в нужную зону и так далее. Вы на тренерском поприще почти 50 лет. Откуда столько энергии? Ну, этот вопрос интересный, но я не задаюсь, скажем, да, целью, где взять эту энергию. Когда ты любишь свою работу, когда ты любишь детей, то ты просто бежишь на эту работу, отдаешься этой работе и вообще. И почему она получается, даже не думаю. Просто, просто люблю, просто то, что нужно делать, я делаю с любовью. Будто навыки какие-то прививаю или еще что-либо. И вообще молитва, наверное, это тоже самое главное, потому что не всегда можно сдержаться, скажем, от каких-то выпадов ученических. Скажем, да, они же дети, им хочется пошалить. И у нас группы-то большие. Кто-то работает на цели, на целеустремленности, на достижение какого-то определенного результата, а кто-то нет. Группа-то большая. Поэтому приходится отвлекаться. А программы есть. Программы и твоя цель, и твои амбиции, скажем, они выходят за рамки данного тренировочного процесса. И тебе приходится отвлекаться. Поэтому ты собираешься, потому что так, я спокойна. Максимальный шаг, отжимания и так далее, какие-то наказания. И все, и ты опять возвращаешься к тому, что тебе важно в этом тренировочном процессе. Спорт – это всегда амбиции. Вот ваши амбиции – это что, олимпийское золото или национальные чемпионаты? Амбиции. Вы вообще амбициозный тренер? Конечно, конечно, амбициозный тренер. Но у меня-то цель – достижение цели. И я начинаю заниматься с малышами. И в силу своего нежного возраста уже как бы… Да я передаю детей, потому что у нас есть тренера, мастера спорта международного класса. Мы добились, чтобы они были у нас. И они прекрасные тренера, и сильные тренера. Поэтому у них, скажем, цели свои, у них амбиции свои. Они работают на самый высокий результат. И когда мы передаем детей им, или кто-то, допустим… Ну, они там нашли тоже ребенка, они тоже как бы, да, семейная чета. У нас ошмаренных у нас работает и папа, и сын его, и жена его. И у них двое ребятишек. И поэтому вот у них амбиции высокие. И это прекрасно. Они сами достигли званий высоких. И к тому же у них такое же стремление добиться и от детей этого. Поэтому у меня амбиции поставить цель. Чтобы ребенок поставил себе цель, достиг этой цели. И по ходу овладения какими-то навыками, мастерством бадминтона, цели можно менять. Чтобы не было скучно, чтобы не было пресно. И вообще подстегнуть. Потому что иногда происходит выгорание. Устал, переутомляемость какая-то. Поэтому сразу что-то придумываем. Веселенькое и какие-то игры придумываем для раскрепощения. Скажем, и даем программу восстановления. Вот поэтому… Но цель остается целью. И у каждого тренера у нас большой штат тренеров. И у каждого тренера свои цели согласно возрасту детей, которых они везут. Потому что есть турнир до 11 лет. Это самые маленькие. Это второй, третий класс, четвертый класс. Им, конечно, ревут. Все, им так хочется выиграть. Мы говорим, вообще-то игра – это удовольствие прежде всего. Расслабляйся, играй, пой. Все правильно выполняй то, чему тебя научили. Вот на это делай акцент. И все получится. Ну, не у всех получается, потому что когда хочется выиграть. Вот кто амбициозный. То есть младшие группы, они всегда с такими амбициями «только победа». Только победа. Вообще любые, любой возраст они стараются играть на победу и расстраиваются. Расстраиваются, конечно, безусловно. А как вы успокаиваете? Как находите эти нужные слова, чтобы, например, ребенок очень целеустремленный, заряженный на спорт. Как такого ребенка успокоить? А помогают ли слезы? А помогает ли расстройство? Нет. То есть мы говорим это еще на берегу об этом, скажем, да? Как победить в себе вот это волнение. Поэтому это не помогает. Помогает концентрация, помогает воля к победе, помогает собранность. Насколько волнуешься ты, настолько волнуется и твой соперник. Поэтому кто кого здесь, важно просто поддержать волан, успокоиться. Показать выдержку какую-то определенную свою. И силу такую вот, все в кулак зажать. И просто вот воля, мысль, взгляд, слух. Все. Как я слышу волан, как я чувствую волан, как я бегаю. И держать волан. Держать волан в пространстве, потому что волнение приведет к ошибке. Как тебя, так и твоего соперника. Поэтому пусть соперник ошибается, выиграет тот, кто не ошибается, кто меньше ошибается. Ну, как бы так. Вот есть ли какие-то сложности все-таки в вашей тренерской работе? Может быть, какая-то техническая оснащенность? Вот больной вопрос. Очень серьезный, очень больной вопрос. Потому что наши дети уходят в другие организации. В Москву уезжают, в школу Олимпийского резерва. Там они учатся. Там они имеют возможность тренироваться два раза в день. И все поставлено на результат, на высшие достижения. Они и спят, и едят, и отдыхают. И все как бы в одном месте. И живут там. Все вот. Все здесь. У нас-то немножечко по-другому. Здесь и очень важна, конечно, оснащенность база. Базы нет. И это очень печально. Потому что мы... Тренировки срываются из-за того, что нет залов наших. И там проводятся параллельно, допустим, соревнования по гимнастике. И это бывает просто вот как бы как снег на голову. Не успели предупредить. Приходят родители, приходят все дети. А тренировка отменяется. И бывают такие. Редко, но бывают такие случаи. Вот. Поэтому у нас два зала. Искры, волейбольный центр. И вот мы экономим. Потому что все равно комитет физического культуры, он все оплачивает. А цены высокие. Все время цены повышаются. Очень хочется иметь свой комплекс бадминтонного развития бадминтона. Центр бадминтона. Желательно бы из бассейна, с тренажерным залом. Чтобы оснащенность была хорошая. Потому что мы добились того, что у нас теперь есть замечательные тренера. Такая вот преемственность какая-то определенная. И они очень сильные тренера. И амбициозные тренера. Девочку свою отдаю. Он говорит, вообще, что ты хочешь, ты ко мне идешь. Она говорит, олимпийским чемпионом стать. И он так был удивлен. А девочка как бы таких вот, ну, средненькая вроде бы, как не такая сильная. Она прекрасно музицирует. Не просто музицирует, а играет. И преподаватель фортепьяно боготворила ее и думала, что она пойдет дальше. А она поставила условие. Мама, если ты не сделаешь так, что будут занятия у меня параллельно, бадминтон и музыка, я музыку брошу. А они мне присылают свои концерты. Это вообще-то что-то необыкновенное. Настолько легко. Мы ездили на соревнования в «Орел». А на вокзале стояло такое сказочное фортепьяно, а я носила, стала так играть. И причем, вот понимаете, вот такая целеустремленность у такой девочки, которая вообще мало разговаривает даже с родителями, а выражает все или через музыку начинает играть, а потом идет, берет ракетку и начинает воланом стучать в стену. И родители смотрят, и что она и хочет этим сказать. То есть вот какое-то вот такое, понимаете. И вот это, конечно, нельзя сказать, что это материал, но тем не менее для тренера это, да. Он задумывается, когда вот такой ребенок, когда он такой целеустремленный, то это здорово у нас. Вот сейчас девятый год, девочки подрастают. Исаака Валера, такая умничка, Вуйтикова, Арина, просто молодцы. Сейчас ушли в школу Олимпийского резерва у нас. Ярослав, он чемпион Европы. Мы подготовили его, он ушел. Обидно? Как отпускаете вот таких, как... Нельзя, Господь наделил свободной волей, а мы-то как? А потом, понимаете, наша-то школа, скажем, наши требования одно, ЕГЭ, везде, им же тоже нужен результат. И, в общем-то, и родителям тоже нужен результат. Не век ты будешь в спорте. И родители, правильно, они беспокоятся о том, что... А что потом? И надо параллельно держать как бы две... Два направления. И интеллектуальное, и обучение, и быть большим человеком, скажем, да, умным, находчивым, таким любознательным, языки знать, потому что, опять же, это все нужно для спорта, для жизни. Вот, ну, а спорт занимает большую часть, можно сказать. И есть такие ученики, которые уходят на домашнее обучение, на экстерн, говорят, Лидия Петровна, я уезжаю, вы меня не увидите два месяца, у меня соревнования туда-туда-туда-туда, дайте мне определенный материал, который я вам должен буду ответить. Вот я еще еду в интересное место, я еще эссе подготовлю, там вам доклад такой. То есть ученики, они прям вот классные у нас ученики. Сегодня вообще удивительные дети, они умудряются и два вида спорта совмещать. Даже вот такое бывает. Да, у меня занимался мальчик, у него было пять видов спорта, а последнее, что он бросил, это хоккей и танцы. Мальчик. Жанна Ярославовна, за какими трофеями отправитесь в ближайшее время? Опять же, вот каждый тренер вывозит свой возраст, и у него цель определенная, которую он согласует с детьми, и они стараются... Кому-то нужно подтвердить разряд. Поэтому уже ищем те соревнования и те места, куда эти всероссийские турниры входят в единый календарный план, чтобы это подтвердилось, сколько регионов будет в этих соревнованиях. То есть, ну, сейчас очень сложно, скажем, выполнить разряд, подтвердить его. Два года и ты слетаешь со своего разряда. Поэтому цели разные. Ну, и вот сейчас ближайшее соревнование, это Уфа у нас будет у Рамины Эдуардовны. Она везет до 13 лет, детишка туда, и до 11 лет. Ну, естественно, самая большая цель. Высокие призы. Призы. Золото. Да, золото. Хотя бы медали, пусть будут бронзовые, пусть будут какие, потому что все постепенно, от простого к сложному идем. Ну, да, вот. Я желаю вам огромных успехов, вам и вашим детям. Спасибо вам за беседу. И вам большое спасибо. Далее новости спорта. Оставайтесь на ОТВ. Пас по боковой линии – основной способ передать мяч в зону соперника. Играть вперед запрещено. Эти, на первый взгляд, простые правила Екатерина Петунова выучила на отлично. Осваивать регби начала еще в четвертом классе. А сейчас получает удовольствие не только от игры, но и от силовых приемов. В сфотке мы играем, мальчики играют восьмерку, а мы играем шестером. Я левый столб. И мне очень нравится, когда мы прессуем немножко друг друга. Регби – это динамичная контактная игра с овальным мячом. Если же он оказался у вас в руках, задача сделать все, чтобы коснуться им на поле соперника. В классическом регби в команде 15 человек, 8 нападающих и 7 защитников. На поле у каждого игрока своя роль. Одни чаще контактируют с соперником, поэтому они крупнее и тяжелее. Защитники же должны быть более быстрыми и ловкими. Чтобы возобновить игру после небольшого нарушения, без схватки не обойтись. Это когда по 8 игроков от каждой команды, обхватив друг друга руками, выстраиваются в три линии. Таким образом создается туннель, в который полузащитник вбрасывает мяч. Игроки первой линии обеих команд пытаются завладеть мячом, зацепив его ногой. По словам тренера Виталия Тегиева, регби – зрелищный вид спорта. Есть и силовая борьба, и скоростная, и выносливость, и комбинация нападающих, комбинация защитников, игра ногой, игра руками, игра головой. Александр Павлов в этот вид спорта попал случайно. Признается, всегда нравились жесткие виды спорта. Поэтому регби подошло идеально. Без трофеев соревнований не возвращается. Лучшего игрока вот этим летом привез за 2008 год на всероссийских. Подопечные Виталия Тегиева, призеры первенства Московской области и России, лучшие спортсмены попадают в сборную региона и в европейские команды. Потому что залог их успеха – нацеленность на результат. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова